МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Бренд города презентуют в Гродненском горосполкоме 12 декабря. В Гродно продолжаются мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. Бюджет и внесение изменений в существующие решения. Состоялась очередная сессия Гродненского городского совета депутатов. Четверть века, только начало успешного пути. Гродненскому филиалу БИП Института правоведения 25 лет. Листая музыкальные страницы. Юбилейный вечер, посвященный 80-летию со дня основания детской музыкальной школы искусств номер один имени Юрия Семеняка, прошел в Гродно. Ставки земельного налога и налога на недвижимость уменьшатся с 1 января на 20%. Такое решение приняли на очередной сессии Гродненского городского совета депутатов. Кроме этого, на повестке дня бюджет, внесение изменений в существующие решения. К примеру, меняется инструкция по начислению стипендий спортсменам. Депутаты городского совета рассмотрели вопросы досрочного сложения депутатских полномочий Еленой Потаповой. Она избрана депутатом Национального собрания Беларуси и выполнять одновременно функции депутата городского совета не сможет. Ее округ на сессии закрепили за председателем городского совета депутатов Борисом Федоровым. Налоги на землю произошли определенные изменения в повышающих коэффициентах. Министерство финансов внесло предложение, которое мы должны отразить в решении городского совета. Ну и некоторые моменты льгот по налогообложению, которые касаются конкретных предприятий, у которых есть для этого определенные причины. Бренд города презентуют в Гродненском горосполкоме 12 декабря. Больше шести месяцев в нашем городе проходил конкурс, где выбирали логотип и бренд города. Дизайнеры, рекламщики и жюри искали оптимальный вариант туристического бренда Гродно. В борьбе за авторство участвовали как целые группы, так и одиночные создатели бренда. Изначально в конкурсе принимали участие даже работы, присланные из Японии. Но большинство идей были от гродненцев. Своё видение бренда представила и компания из Бреста. Тот факт, что они не из нашего областного центра, помог участникам увидеть Гродно глазами туриста и стать победителями конкурса. Мы давали компании победителю нашего конкурса некоторое время на доработку той концепции, которую они нам предложили. Это касалось тех рекомендаций, которые мы слышали от общественности города Гродно. Мы, конечно же, прислушались к ним. И что касается и белорусскоязычного варианта написания слогана, что касается самой концепции и логотипа бренда туристического, естественно, что мы услышали, повторюсь, общественность, доработали эту концепцию. И вот этот доработанный оптимальный вариант, который нам будут предлагать наши коллеги из Бреста, мы увидим именно 12 декабря. Всего 11 проектов вошли в финал. Их выбирали и сами горожане, и специальная комиссия конкурса. Это специалисты по рекламе и туризму, а также историки. Работа победителя будет использована в продвижении бренда Гродно на разных площадках. Международный день инвалида отметили 3 декабря, но в областном центре решили не ограничиваться одним днем. Целую неделю Центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Гродно проводит различные мероприятия и дарит людям с ограниченными возможностями частичку внимания и тепла. Одним из таких подарков стало тетрализованное представление и концертные номера известных гродненских исполнителей. В этом году мы решили сделать что-то новое. Помимо того, чтобы сделать какую-то развлекательную часть, чтобы люди, которые пришли на концерт, люди с инвалидностью, могли получить любую информацию, которая касается и возникает у них каждый день. В Гродно ежегодно проводится комплексная работа, направленная на то, чтобы обеспечить полноправное участие в жизни общества, людей с ограниченными возможностями. В городе работают специализированные медучреждения, разрабатываются и внедряются все новые инновационные средства социальной реабилитации, создается безбарьерная среда. Их услугам также социальные такси, аптеки, учреждения культуры и многое другое. Если брать наше отделение дневного пребывания для инвалидов, речь идет на сегодняшний день о 62-х человеках. Хотя, конечно же, ходить могут намного больше. Все-таки, чтобы люди раскрепостились, не боялись и выходили в общество. Поэтому мы всегда рады, у нас открыты двери, поэтому у нас созданы все условия. У нас есть и спортивный зал, и тренажеры, и масса кружков. Поэтому ждем увеличения количества и числа роста посещающих, потому что в первую очередь это общение. Общение, а через общение уже, скажем так, решаются многие проблемы. Сегодня сложно переоценить важность, значимость и необходимость высшего образования в жизни молодого человека, в его карьерном росте и становлении как профессионала. Понимает это и сама молодежь, которая еще в старших классах школы активно продумывает варианты будущего трудоустройства и того, какие усилия нужно будет приложить для достижения цели. В Гродненской области, наряду с тремя государственными вузами, уже 25 лет работает один из старейших и авторитетнейших вузов частной формы собственности. Гродненский филиал БИП, Институт правоведения. Как создавался вуз, чего достиг за четверть века и чем отличается от других высших учебных заведений аналогичного профиля, у юбиляров узнавала наша съемочная группа. По пути к мечте быть юристом Алексей Щеглик идет уверенно и не сворачивая. За плечами у молодого человека уже учеба в колледже, бизнеса и права. А теперь он на втором курсе Гродненского филиала БИП, Института правоведения. Признается, этот вуз выбрал сознательно и выбором остался доволен. Одним из главных критериев было практикоориентированное обучение. Это позволяет сориентироваться в многообразии юридических специальностей и найти свою. Большая практикоориентированность. У нас постоянно происходят практики два раза в год. Очень много мест на прохождение практики. Также Следственный комитет, прокуратура, суды, исполкомы какие-либо. Большой опыт, потому что он очень важен. Когда был на практике в Следственном комитете, увидел изнутри, как все устроено, как работают именно следователи. И, если честно, меня это очень сильно заинтересовало. Хочу в дальнейшем работать в Следственном комитете. Одногруппница Алексея Яна Воробьева тоже недолго думала над тем, куда поступать. Будущий специалист в сфере налогов и банковского дела учится отлично. И своим выбором вуза остается довольна на протяжении всего периода обучения. Ведь решение было максимально взвешенным. Я как-то сразу остановилась на выборе именно этого института. Не знаю, не было сомнений. Была уверена в том, что хочу именно сюда. Среди друзей узнавала, как, что. Вот было интересно. И по впечатлениям, рассказам я подняла, что мне надо именно сюда. Гродненский филиал БИП был создан 25 лет назад. На Гродничине это единственный вуз частной формы собственности. Здесь сейчас учатся порядка 640 студентов. 260 на дневной форме обучения, еще 370 на заочной. За 25 лет дипломы этого вуза получили более 3800 его выпускников. Это немного по сравнению с наборами юридических специальностей в государственных вузах. Однако в этом считают в БИПе свои плюсы. Такая камерность позволяет установить между преподавателем и студентами более доверительные отношения, что в конечном счете благотворно влияет на результат и на качество получаемого образования. Сегодня грамотные юристы и специалисты от права требуются в любой сфере, в любом секторе экономики. И Гродненский филиал БИП эту потребность успешно закрывает. Так было и более 20 лет назад, когда был учрежден БИП, институт правоведения, и появился Гродненский филиал. Количество юристов было крайне малое. И с тем, что появились частные предприятия, организации, кооперативы и так далее, чтобы их обслуживаться надо было большое количество юристов. И мы стали переучивать тех людей, которые имели высшее, но не юридическое образование, на юридическое. Это были наши первые наборы. Сегодня здесь получают квалификацию по четырем специальностям – правоведение, политология, международное право и экономика и управление на предприятии. В качестве своего обучения уверены – специалисты с дипломом Гродненского филиала БИП ценятся, им доверяют. Выпускники нашего филиала находят работу во всех структурах, связанных с правоохранительными органами, органами власти, ну и находят место для преподавания не только в самом нашем филиале, но и в наших университетах, в городе Гродно, уважаемых университетах, таких, например, как университет имени Янки Купалы. 25 лет – это не слишком много для учебного заведения. Как и в жизни человека, это самый расцвет. Гродненский филиал БИП Института правоведения эту дату встречает с обширным багажом опыта, высокой репутацией и авторитетом, уважением заслуженных практикующих юристов и амбициозными планами на будущее – развиваться и совершенствоваться. Талант обудила Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Одно из крупнейших музыкальных заведений страны – Детская музыкальная школа искусств номер один имени Юрия Семеняка – отмечает свой юбилей. Ей исполнилось 80 лет, а начиналось все довольно скромно – с 12 учителей, обучающих детей игре на баяне и аккордеоне. Сегодня это 12 разнообразных отделений, на которых обучается 1299 учеников. И все, что было заложено в школе предыдущими поколениями, те результаты, те успехи, которые добиваются наши учащиеся и получают поощрение специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантовой молодежи. Это, наверное, самое яркое подтверждение успешной работы коллектива музыкальной школы. За 8 десятилетий в детской музыкальной школе искусств сложились богатые традиции, накопились впечатляющие результаты выступлений юных талантов на городских, республиканских и международных конкурсах. Только за последние 5 лет ученики школы получили 94 награды на областных, 196 на республиканских и 233 на международных конкурсах и фестивалях. Ребята музыкальной школы искусств номер один имени Юрия Семеняка выступали в Литве, Латвии, Польше, Эстонии и даже в Нью-Йорке. Я приехала из Каунаса, там проходила международный конкурс, который называется Каунас Сонорум. Я стала лауреатом третьей степени. И это был такой очень важный, серьезный конкурс. И, конечно же, я очень рада. Также я готовлюсь к габойному чемпионату, который уже скоро будет проходить в городе Вильнюсе. И мы усиленно готовимся. Многочасовые занятия по несколько раз в неделю – это, безусловно, большой подвиг, особенно для непоседливых и юрких детей. Но именно здесь, в среде гамм, минуэтов и вальсов, выросло не одно поколение белорусской интеллигенции. Многие из выпускников связали свою жизнь с музыкой и добились огромных успехов. Сейчас я просто свою жизнь не представляю без мира в музыке, потому что я полностью себе отдал. Любя ее и с большой любовью я пишу музыку для нашего белорусского народа. Ну что пожелать? Конечно, процветания, успехов, чтобы такие же ребята, как наше поколение, выросли больших музыкантов, которые прославляли бы нашу Родину. Именитые выпускники во время праздничного концерта, посвященного 80-летнему юбилею, выступили на одной сцене с амбициозными учащимися. По-настоящему зажгли и задели струны души. Именно так работают профессионалы. В Новый год с новой квартирой. Кто хотел приобрести собственное современное жилье в столице, предложение, с которым и вышло на рынок, компания Dana Holdings, стала сенсацией. Длительная до 10 лет рассрочка на покупку квартир в многофункциональном комплексе «Минск.Мир» прямо от застройщика. Это реальный способ решения квартирного вопроса для многих белорусских семей со стабильным доходом. «Минск.Мир» и 10-летнюю рассрочку выбирают те, кто смотрят в будущее и считают деньги. Это самое выгодное предложение на рынке без процентов. Такое решение квартирного вопроса уже выбрали тысячи белорусов. Нам очень импонирует то, что рассрочка на 10 лет без переплат получается и фиксированная сумма платежа в течение 10 лет. И 30% стоимости можно насобирать и участвовать в строительстве. Напомним, как работает рассрочка. Покупатель, выбрав квартиру, оплачивает 30% ее стоимости как своими деньгами, так и с привлечением выгодного кредита от банка-партнера. Оставшуюся сумму нужно вносить равными выплатами на срок до 10 лет. Не нужно поручить или справок. Политика компании, что современное жилье может позволить себе любая семья со стабильным доходом. Буквально на днях 2 декабря застройщик объявил о начале рождественской акции. Стартовали продажи квартир в двух новых домах квартала Северная Америка, Лос-Анджелес и Ванкувер. И сразу же всплеск покупательского интереса. О том, насколько популярен комплекс «Минск-Мир» у покупателей можно было судить по недавней акции «День и ночь продаж», которую застройщик из-за ажиотажного спроса на квартиры продлил вместо одних суток, как планировалось, на три дня. С пятницы до понедельника. Хорошее месторасположение, близость к работе, в будущем постройка школы. Мы готовимся к школе. «Минск-Мир» известен уже далеко за пределами страны. Сюда приезжали руководители Сербии и Черногории, посещали спортивные делегации. Во время вторых европейских игр его высоко оценили ведущие мировые архитекторы. Интерес к нему проявляли инвесторы из Дубая, Москвы, Вильнюса, Киева и многих других городов мира. На выставке в Дубае проект получил награду «Еуропа-проперти» как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы 2018 года. Конечно же, людям нравится перспектива жить в современном и практичном районе в центре столицы. В домах красивая архитектура с необычными для нашей страны чисто европейскими решениями. Такими, как дизайнерское лобби вместо привычного подъезда, скоростными лифтами от самого известного производителя компании «Отис». Панорамное остекление, балконы и застекленные лоджии, свободные планировки. Застройка идет на огромные территории, 340 гектаров. Это 550 зданий и сооружений, 3 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. По квартальной застройке предполагает наличие социальной инфраструктуры, торговые центры, поликлиники, медцентр, объекты культуры, паркинги. Буквально в каждом квартале будет построена или школа, или детский сад. Здесь же будет разбит большой современный парк с аттракционами, детскими спортивными площадками, скульптурными арт-объектами и тихими аллеями. Именно здесь, буквально на днях, начнется строительство Международного финансового центра «Минск Уорлд» – сердце деловой жизни комплекса. Он призван стать точкой притяжения иностранных инвестиций в страну, а также прямо и косвенно способствует созданию в Беларуси тысяч новых рабочих мест. Работы на этой площадке начались в 2015 году, и за это время сданы в эксплуатации 9 высотных жилых зданий и самый большой в стране паркинг. Завершить строительство всего комплекса застройщик намерен в 2027 году. Первым о полной готовности уже в следующем году отчитается квартал «Эмиратс Люкс». На сегодняшний день к покупке предлагаются квартиры в семи кварталах комплекса, это больше 20 домов. Для того, чтобы уровень покупательского спроса к жилью в комплексе «Минск Мир» был более понятен, отметим, что примерно треть жилых зданий комплекса распроданы полностью, свободных квартир там больше нет. У каждого дома свои особенности на уровень архитектурных решений неизменно высок, ведь вместе с белорусскими проектировщиками в Дана Холдингс активно работают авторитетные специалисты из многих стран мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 7 декабря приглашаем и всех гродненцев и гостей города на праздничное мероприятие «Зима. Пора. Чудес». В парке Жилибера состоится открытие аллеи сказочных елок и парка волшебных огней. Затем главные герои праздника «Зимушка-зима» и «Зимник» зажгут огни на главной елке города на площади Ленина. Начало мероприятия в 17.00 в парке Жилибера у колеса обозрения. И в завершении выпуска информация от нашего партнера. Мой МТС – удобное приложение, с помощью которого можно самостоятельно решать многие вопросы обслуживания без звонков в колл-центр и похода в салоны связи. Приложение позволяет отключать и добавлять услуги, видеть количество трафика, минуты и смс. А если установить виджет на экран смартфона, баланс всегда будет перед глазами. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте – grodnoplus.tv.by А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова